Греческое угол Качинского, вход в ресторан «Бабельфиш». Именно здесь было совершено нападение на известного одесского политика и бизнесмена Олега Радковского. Его у входа в ресторан преступники поджидали около двух часов. Это произошло, когда он заходил, он приехал сюда с водителем, я так понимаю, пообедать. И его уже ждали здесь. После минут, так через пять, после того, когда приехала скорая, зашли врачи скорой помощи вовнутрь и потерпевший вышел своим ходом. Белая рубашка была у него в пояснице, в районе поясницы, левая часть сзади в крови и правая рука была в крови. Сначала стало известно, что выстрелов было четыре. Три из них достигли цели. Пули попали в позвоночник, руку и ногу. К месту происшествия тут же выехала оперативно-следственная группа. По горячим следам правоохранителям удалось выяснить подробности происшествия и объявить машину киллеров в розыск. Один из отведающих заклада вышел и направлялся до своего автомобиля. Само подчас, когда он сядал в автомобиль, с неведомого транспортного засоба, по нему были сделаны выстрели из вогнепальной зброи. Автомобиль с зловомисниками скрився из места подии. Наразі особовый склад полиции орієнтован на встановление осіб-зловомисників и встановление места находления этого автомобиля и затримания. По факту ночного покушения полиция открыла уголовное производство. Сам же Олег Радковский был доставлен винтосану на Варнинской. Ночью вокруг здания больницы собралось немало друзей и коллег политика, которые сообщили актуальную на тот момент информацию. Я знаю, что преступники стреляли в спину. И сейчас, на данный момент, врачи проводят сложную операцию по удалению пули с тела Олега Владимировича. Сегодня днем появились первые официальные комментарии. Так, коллега Радковского, председатель облсовета Анатолий Урбанский заверил, что жизни его зама ничего не угрожает. Он в стабильном состоянии и политика тут ни при чем. Олег Владимирович никогда не был конфликтным политиком региональным. Вы никогда не слышали с его уст никаких резких заявлений в адрес своих коллег-политиков. Следовательно, я еще раз подчеркиваю, что давайте не политизировать все происходящее, что у нас здесь происходит в регионе. Я один из первых приехал в больницу. И я был приятно обрадован его состоянию, так как в тот момент, когда я приехал, делали рентген, дабы увидеть, где находятся пули. Он туда зашел своими ногами и выходил на своих ногах. В полиции сообщили, что преступники использовали мелкокалиберное оружие, а сам факт нападения квалифицируется как покушение на убийство. За фактом цієї пригоди, открыто криминальное проведение, которое имеет знаки замаха на убийство. Это правоаквалификация соответствующая статей 15, часть 1 статей 115 КК Украины. Ведется весь необходимый комплекс следственных действий на этой пригоде. Переверяются все возможные версии и мотивы здействия этого преступления. Ситуацию успели прокомментировать и однопартийцы пострадавшего. Они сообщили, что на самом деле в тело Радковского попали 5 пуль. Три в область спины, одна на вылет, другая по касательной. Сейчас политику предстоит еще одна операция по излечению пули, застрявшей в опасной близости от позвоночника. Вчерашнее покушение коллеги связывают исключительно с политикой. Этот факт опять-таки вывел то, что нынешний режим, или нынешний вернее наша власть превращается в тот же режим, от которого мы пытались уйти. Поэтому я считаю, что это событие, это есть не что иное, как политическое событие. Я считаю, что покушение на первого заместителя представителя Одесского областного совета, на председателя Одесской областной партийной организации Батьевщина Олега Радковского, есть событие политическое. Однопартийцы категорически исключили, что покушение связано с бизнес-интересами Радковского, объяснив это тем, что все проекты пострадавший давно завершил. Кроме того, бютовцы рассказали о некоторых подробностях происшествия. В тот вечер водитель Радковского уехал по его поручению. Олег Владимирович отправил водителя своего на своей машине, она уехала. А вместо того места, где была припаркованная машина Олега Владимировича, стала машина киллеров. Так получилось, что он просто находился один на этой парковке, и когда он подходил к своей машине, он увидел, что вместо его машины стоит другая. И в тот момент, когда он развернулся, вот как раз в этот момент был открыт по нему огонь. И, может быть, благодаря тому, что он повернулся боком, а потом и спиной, все пули пришлись как раз в боковую часть или в поясничную часть. Они также подтвердили версию полиции о том, что стрельба велась из мелкокалиберного пистолета Марголина. Сам пострадавший сейчас находится в больнице под круглосуточной охраной. И, по словам коллег, вернуться в строй Радковский сможет уже через 5-6 дней. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Юрий Шинкаренко, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.